К нам в редакцию обратились жители домов по улице Первомайская. Бараки, в которых живут люди, давно признаны аварийными, но до сих пор их не снесли. По словам жильцов, сейчас там жить стало просто невыносимо. Проблема возникла из-за единственного на весь район септика. Тему продолжит наш корреспондент. С утра встаю, в туалет иду, вот открываю дверь, и куда я здесь могу присесть? Чтобы пройти к туалету, жители дома по улице Первомайская пробираются сквозь дебри. Когда же к месту подходишь, картина открывается совсем не для раздумий. Увиденное приводит в шок. Эти общественные туалеты, которые еще несколько лет назад построили для жителей шести бараков без каких-либо коммуникаций, не чистили ни разу. Кроме того, во дворе на весь район один септик в виде контейнера. Поэтому многие перепутав, закидывают его мусором. Так что жидкие отходы выливают кто куда может. Как дальше с этим? Я уже не знаю. Я уже устал. С соседом боремся. Сергей Филкин живет тоже. У него тоже дочка там, внук маленький. Как вот? Я уже не знаю. Мы с ним вот это унесли туда вот контейнеры, чтобы тут не нужно. Дети же бегают, играются, правильно? Забитый септик, по словам Валентины Клышниковой, тоже не чистят по неделям. Это при том, что по квитанции она платит и за содержание жилья, и за очистку. Признается, мусорят так все местные. В основном те, кто квартиры здесь снимает. Однако, считает пенсионерка, управляйки не должны закрывать на все это глаза. Пусть дома старые и снести их должны были еще пять лет назад, и люди в них продолжают жить. Идем туда, в наш сервис. Спрашиваю начальника, почему так? У нас должен быть рабочий, который убирает все. За это оплачивать надо. Ну, согласен на медаль. Если оплачивать надо, то а кому платить-то? У нас всего-то ничего. Жильцов доморощенных у нас всего ничего. В основном квартиранты. Как нам объяснили в управляющей компании, жильцы этих бараков за обслуживание платят в среднем 20-30 рублей в месяц. В год выходит не более 500 рублей, но даже такую сумму многие задолжали. По подсчетам, на то, чтобы вовремя косить траву, чистить цептик и общественный туалет, ветхий дом требует 90 миллионов в год. Это без учета капитального ремонта. Тех денег, которые платят жители, в связи с тем, что дома признаны ветхими аварийными, конечно же, не хватает. Потому что жители платят от 50 до 70 копеек за квадратный метр. То есть и плата в год составляет порядка от 200 до 500 рублей за квартиру в год платит человек. Соответственно, возникает вопрос, что на эти деньги сегодня мы можем сделать. Практически ничего. Как говорит руководство, в компании все же минимальный перечень работ делать продолжают. Твердые отходы вывозят, цептик чистят, пусть и не так часто, как надо. Обслуживание ветхого и аварийного жилья остается одним из самых проблемных вопросов ЖКХ в городе. Бараков, подобных этому, в Благовещенске более тысячи. Только у этой управляющей компании, кроме аварийных домов на Первомайской, на обслуживание еще 500 ветхих построек. В администрации Благовещенска понимают, что справиться с ними почти невозможно. Поэтому не так давно глава города Павел Березовский предложил поделить все бараки между всеми благовещенскими управляйками. Тогда, возможно, запущенных районов станет меньше. Этот вопрос пока еще обсуждается. Ясно одно – компенсации управляйкам, которые занимаются этими домами сейчас, в этом году не будет. Ольга Даниленко, Эдуард Егорский. Новости дня. Информационное агентство Порт-Амур.